Шри Дигура Бхактаврин. Джая Шри Кришна Чейтанья. Праву Нитянанда. Сри Адвайта Гададхара. Шри Васадьи Гура Бхактаврин. Джая Шри Кришна Чейтанья. Праву Нитянанда. Сри Адвайта Гададхара. Шри Васадьи Гуу Прабхактаврин. Ари Кришна, Ари Кришна. Кришна, Кришна, Ари, Ари. Ари Рама, Ари Рама. Рама, Рама, Ари, Ари. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama Hare Hare Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Hari Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Hari Rama Rama Rama, Rama Rama Hare 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 Продолжение следует... 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 Жена... Продолжение следует... 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 Обычно это тоже воспринималось в штыки. Обычно это то, чего мужчины хотят, они хотят расширить свою семью, чтобы у них была жена, дети, дом, и женщины очень часто их вдохновляют, так как чем больше дом, тем больше ему нужно работать для того, чтобы обустроить этот дом, и это на самом деле не так плохо. И в случае семей преданных, обычно жена вдохновляет мужа на то, чтобы заниматься больше служением. И она очень сильно ему помогает в этом. Он был очень хорошим санкт-карташником в своем время. Анакат Дундуби, Анакат Дундуби. Вот так его звали. Вот так его звали. That's a... That's a name of... Нандамарадж. Это другой имя Нандамараджи. И он рассказывал, что на марафоне они в разных местах проповедовали. Жена звонила и спрашивала, что ты уже вышел на компьютер, но когда ты выходишь, когда ты собираешься? И он говорил, что таким образом она меня вдохновляла выходить. Итак, это не так уж плохо быть чьей-то лучшей половиной. По крайней мере, это лучше, чем быть чьей-то худшей половиной. Продолжение следует... 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 Как командующему гарнизоном крепости не составляет труда отразить все атаки разбойников, так и человеку находящемуся под защитой жены нетрудно отразить все атаки чувства. Перед которыми представители других ашрамов беззащитны. Поэтому, whenever there is an attack on the body by the senses, it is the wife who protects the body from being smashed. The sex demand is inevitable for everyone, but one who has a fixed wife is saved from the onslaught of the sense enemies. A man who possesses a good wife does not create a disturbance in society by corrupting virgin girls. Without a fixed wife, A man becomes a debauchee of the first order and is in a nuisance to society. Unless he is trained brahmachari, vana prasthaya sannyasi, unless there is rigid systematic training of the brahmachari by the expert spiritual master, and unless a student is obedient, it is sure that the so-called brahmachari will fall prey to the attack of sex. There are so many instances of fall down, even for great yogis like Vishwam Ritra. A Gurihastha is saved, however, because of his faithful wife. A Gurihastha is saved. A Guriha is saved. A Guriha is saved. полностью избавиться от сексуальных желаний, но тот, рядом с кем находится законная жена, сумеет устоять перед натиском чувств. Тот, у кого есть хорошая жена, не станет нарушать покой общества и совращать целомудренных девушек. Но без добропорядочной жены мужчина превращается в неисправимого распутника и нарушителя общественного порядка, если только он не является квалифицированным брамачари, мальнопрасха или саньяси. Если брамачари не прошел строгую и систематическую подготовку под руководством опытного духовного учителя и не зарекомендовал себя как послушный ученик, этот так называемый брамачари непременно падет жертвой вожделения. История знает великое множество примеров подобных падений. Падали даже такие великие йоги, как Вишвамитра. Однако Грегаста находится в безопасности, поскольку с ним всегда рядом его верная жена. Секс-лайфа является причиной материального рабства, поэтому она запрещена в трех ашрамах и допустима лишь грехастхашами. Грехастхи же ответственны за то, чтобы производить на свет первоклассных брамачари, ванапраст и саньяси. Продолжение следует... О, queen of the home, we are not able to act like you, nor could we repay you for what you've done. Even if we worked for our entire life, or even after death, to repay you is not possible, even for those who are admirers of personal qualities. О, царица нашего дома, мы не способны делать то, что делаешь ты, и не в наших силах воздать тебе за твои труды, даже если мы будем работать в течение всей жизни и продолжим трудиться после смерти. Отплатить тебе невозможно, но на это не способны даже те, кто не устает восторгаться качествами твоих жен. Своих жен. Продолжение следует... Когда муж рассыпается в похвалах, Это значит, что он либо находится у нее под каблуком, либо говорит с легкой иронией. Кашьяпа имел в виду, что домохозяева, живущие со своими женами, вкушают райское блаженство чувственных наслаждений, и при этом им не грозит ад. У того, кто дал обет отречения от мира, нет жены, и если движимый вожделением он станет искать близости с какой-нибудь женщиной или чужой женой, он непременно попадает в ад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Or in the mode of joking. Далеко не все мужья способны по достоинству оценить добродетельность своих жен, но даже те, кто способен на это, все равно не в силах отдать им долг. Когда муж так безудержно восхваляет жену, он, безусловно, иронизирует. Конечно же, даже если домохозяин, он оставляет свою жену и уходит от нее к другой, то он тоже попадает в ад, даже если он женится на этой другой женщине. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Even though it is not possible to repay you, I shall satisfy your sex desire immediately for the sake of begetting children. But you must wait for only a few seconds, so that others may not reproach me. The infected husband may not be able to repay his wife for all the benefits that he derives. But as for begetting children by fulfilling sexual desire, this is not at all difficult for any husband unless he is thoroughly impotent. This is a very easy task for a husband in normal conditions. In spite of Katshyev is being very eager, request her to wait for a few seconds, so that others might reproach him. This explains his position as follows. Katshyev 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 никто не смог его упрекнуть. Он объяснил свое поведение следующим образом. Сейчас самое неблагоприятное время для зачатия ребенка, так как именно в эту пору по земле бродят вселяющие ужас привидения и неизменные спутники повелителя привидений. Касиапа has already told his wife, Ditti, to wait for a while. And now he warns her that failure to consider the particular time will result in punishment from the ghost and evil spirits who lived during this time, along with their master, Lord Rudra. Касиапа уже попросил Ditti немного подождать и теперь предупреждает ее о том, что если они не учтут всех особенностей этого времени суток, то будут наказаны привидениями и злыми духами, которые в эту пору бродят повсюду вместе со своим повелителем, Господом Rudra. Итасиам садви санджайам Бхагаван Бхутта Бхавана Паритто Бхутта Паршадбир Вишен Аттати Бхуттарат Воседая на быке, Господь Шива, царь привидений, путешествует теперь по миру, окруженный привидениями, которые следуют за ним ради собственного блага. Субтитры создавал DimaTorzok Lord Shiva, a rudra, is the king of the ghosts. Ghostly characters worship Lord Shiva to be gradually guided toward a path of self-realization. Mayavadi philosophers are mostly worshipers of Lord Shiva and Sripad Sankaracharya is considered to be the incarnation of Lord Shiva for preaching godlessness to the Mayavadi philosophers. Ghosts are bereft of a physical body because of their grievously sinful acts, such as suicide. The last resort of this ghostly characters in human society is to take shelter of suicide, either material or spiritual. material suicide causes loss of the physical body and spiritual suicide causes loss of the individual identity. Mayavadi philosophers desire to lose their individuality and merge in the impersonal spiritual brahmajyoti existence. Lord Shiva, a rudra, is the king of the gods. Lord Shiva, or rudra, is the king of the gods of the gods and spirits. The spirits are worshiping God to worship God Shiva, so that He has led them to the path of self-realization. God Shiva also worshiping the majority of philosophers of Mayavadi. A Sripadu Sankaracharya, who preached the philosopher of Mayavadi atheism, is considered to be the spirit of God Shiva. Привидения лишены физического тела в наказание за совершенные ими тяжкие грехи, такие, например, как самоубийство. В человеческом обществе самоубийство, материальное или духовное, является последней надеждой людей-призраков. Совершая материальное самоубийство, живое существо лишается физического тела, а духовное самоубийство приводит к утрате индивидуальности. Философы Mayavadi стремятся утратить свою индивидуальность и погрузиться в безличное духовное бытие Рамаджоти. Рамаджоти Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Гостори Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господь Шива В человеческом обществе самоубийство, материальное или духовное, является последней надеждой людей-призраков. Совершая материальное самоубийство, живое существо лишается физического тела, а духовное самоубийство приводит к утрате индивидуальности. The last resort of the ghostly characters in human society is to take shelter of suicide, either material or spiritual. Material suicide causes loss of the physical body, and spiritual suicide causes loss of the individual identity. My body philosophers desire to lose their individuality and merge into the impersonal spiritual Brahma-jyoti existence. Lord Шива, being very kind to the ghost, sees that they get physical bodies, despite being condemned. He places them in the wombs of women who indulge in sexual intercourse, regardless of their restrictions of time and circumstance. Касиапа wanted to impress this fact upon Дити, so that she might wait for a while. Философы Майавади стремятся утратить свою индивидуальность и погрузиться в безличное духовное бытие Брама-джоти. Необычайно милостивы к привидениям, Господь Шива заботится о том, чтобы, несмотря на лежащее на них проклятие, они смогли получить физическое тело. Он помещает их в чрево тех женщин, которые вступают в половые отношения, не обращая внимания на время и обстоятельства. Касиапа хотел объяснить это Дити, чтобы она согласилась немножко подождать. And nowadays there's so many suicides. В наши дни есть столько много самоубийств. Now we're learning a little bit what happens. И сейчас мы понимаем, что с ним потом происходит. Does Israel have a lot of suicide? Not that I'm aware of. You don't hear it so much, isn't it? Yeah. In China, almost every class, people ask about what happens to people who are suicidate. В Китае практически на каждой лекции меня спрашивают, а что происходит с людьми, которые поканчивают джи-самоубийства? I don't know if they're thinking of suicide, or they just have a friend who just suicided. But very often, somebody in their family did. Я не знаю, они это спрашивают, потому что они сами подумывают о самоубийстве, либо они знают кого-то, кто покончил жизнь самоубийством. Но практически в каждой семье есть кто-то, какой-то родственник, кто таким образом ушел из жизни. СМАСАНА ЧАКРАНИЛА ДУЛИ ДУМРАТ СМАСАНА ЧАКРАНИЛА 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 ДУМРАТ Его средний глаз извергает пламя, и этим пламенем Шива может уничтожить любое, даже самое могущественное живое существо, в том числе и Браму, но при этом он не живет в прекрасных чертогах, не окружает себя роскошью и не владеет никакими материальными богатствами, хотя является повелителем всего материального мира. Он проводит свое время главным образом у мест кремации, где сжигают тела умерших, и клубы пыли и пепла, поднимающиеся от погребальных костров, служат ему одеянием. Материально скверно не может коснуться господа Шивы. Кашьяпа считал его своим младшим братом, потому что младшая сестра Дити, жены Кашьяпы, была замужем за господом Шивой. Муж сестры считается братом. Муж сестры считается братом. Муж сестры считается братом. СИ전 кашьяпы, жены кашьяпа. Кашьяпа обманывает его мужи, что, потому что Муж сестры считаются жену, мешкой не имеет свой бесплатный для света. Дити мог argue, что они пелчат sex в отдельном месте, но Кашьяпа remindedитacio, что Муж сестры считается трепенцией . С этой точки зрения, господь Шива доводился к Ашьяпе младшим братом. Ашьяпа предупредил жену, что выбранное ею время было крайне неподходящим, поскольку господь Шива мог стать свидетелем их совокупления. Дитя могла возразить на это, что они будут наслаждаться физической близостью в уединенном месте, но Кашьяпа напомнил ей, что у господа Шивы три глаза — солнце, луна и огонь, поэтому ничто не может укрыться от его зоркого ока, так же, как от зора господа Вишну. Иногда полиция не сразу наказывает преступника, даже если он совершает преступление у нее на глазах. А ждет наиболее подходящего для ареста времени. Господь Шива непременно заметит, что Кашьяпа и Дитя совокупились в неурочное время, и Дитя понесет за это наказание, произведя на свет ребенка с задатками привидения или безбожника имперсоналиста. Кашьяпа предвидела это и потому хотел предостеречь свою жену. Продолжение следует... Господь Шива никого не считает своим родственником, хотя все живые существа связаны с ним. Он никому не питает особой благосклонности или неприязни. Мы с благоговением поклоняемся остаткам его пищи и дали обед принимать все, что остается после него. Продолжение следует... Конверсили следует... Он не заставляет его здоровы, а его гордость не общает любовь. Он не общает нианинь. Он см см activityом. С toxикой. Конверсили егоxter... 하는아фирсюм он такой был лично. Он великолеподавная поделением. Он является мнonymousным человеку, местом Covid-19, и при этом человек ставите поддержку. Он genau за предкисед Samsungі на racialistение. Он изila Bay. Кашьяпа сообщил жене, что хотя Господь Шива и доводится ему своя ком, это еще не значит, что она может безнаказанно наносить ему оскорбление. Кашьяпа предупредил ее о том, что на самом деле Господь Шива ни с кем не связан родственными узами и никого не считает своим врагом. Являясь одним из трех правителей Вселенной, он одинаково относится ко всем живым существам. Ему нет равных, ибо он величайший преданный верховной личности Бога. Говорится, что из всех преданных личностей Бога Господь Шива самый великий. Thus the remnants of foodstuff left by him are accepted by other devotees as Mahaprasad, our great spiritual foodstuff. The remnants of foodstuff offered to Lord Krishna are called Prasad. But when the same Prasad is eaten by a great devotee like Lord Shiva, it is called Mahaprasad. Lord Shiva is so great that he does not care for the material propensity for which every one of us is so eager. Parvati, who is a powerful, natural, natural nature personified, is under his full control as his wife, yet he does not use her even to build a residential house. He prefers to remain without shelter. And his great wife also agrees to live with him humbly. People in general worship Jurga, the wife of Lord Shiva, for material prosperity, but Lord Shiva engages her in his service without material desire. He simply advises his great wife that of all kinds of worship, the worship of Vishnu is the greatest and greater than the worship of the great devotee or anything in relation with Vishnu. Поэтому остатки его пищи преданной считают Mahaprasadam или великой духовной пищей. Остатки пищи, предложенной Кришне, называют Прасадам. Но когда этот Прасад вкушает какой-нибудь великий преданный, например, Господь Шива, он становится Mahaprasadam. Господь Шива такой великий преданный, что он совершенно равнодушен к материальному благополучию, заветной мечте каждого из нас. Парвати, олицетворяющая могущественную материальную природу, является женой Шивы и находится в его полной власти. Но он не использует ее возможности даже для того, чтобы построить себе хоть какое-нибудь жилище. Он предпочитает не иметь пристанище. Его великая жена безропотно разделяет суровые условия жизни мужа. Обыкновенные люди поклоняются богине Дурге, жене Господа Шивы, в надежде обрести материальное благополучие. Но Господь Шива принимает ее служение, не преследуя при этом никаких материальных целей. Он просто объясняет своей великой жене, что из всех видов поклонения, высшим является поклонение Вишну. Но даже его превосходит поклонение великому преданному и всему, что так или иначе связано с Господом Вишну. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare virtually Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 and although he is in charge of devilish characters in the mode of ignorance, he is not affected by such association. He is in charge of devilish characters in the mode of ignorance. Unfortunate foolish persons, not knowing that Lord Shiva is engaged in his own self, laugh at him. Such foolish persons engage in maintaining the body, which is eatable by dogs, with dresses, ornaments, garlands, and ointments. Unfortunate foolish persons do not know that he is constantly immersed in himself and that is why they laugh at him. These thieves only care about his body, which is supposed to be food for dogs. They dress him, dress him with gifts and garlands, and wear them with aromatic oils. And we can see that when we go for Harinam. So many shops for drickering the body. So much in any airport. There's a huge shop just for perfume for the body. Just for actually covering up the bad smell of the body. And the heavenly planets, they don't have any perfume or anything. Their body has a good smell that goes 50 miles or something. But here the body doesn't normally smell good. And so people pay so much money trying to cover up the bad smell. And they advertise all this perfume that this will make the men come chasing you or make the women chase you. Or you know, you'll get more sex pleasure. You know, you'll get more sex pleasure. They're very luxurious and maintain it as a self. Such persons do not understand Lord Shiva. But they approach him for luxurious material comforts. There are two kinds of devotees of Lord Shiva. One class is a gross materialist seeking only bodily comforts from Lord Shiva. And the other class desires to become one with him. They are mostly impersonalist and prefer to chant Aum, Shivoham, I am Shiva. Or after liberation, I shall become one with Lord Shiva. Lord Shiva. Sometimes the so-called devotees of Lord Shiva imitate him by using poisonous intoxicants. Lord Shiva once swallowed an ocean of poison. Thus his throat became blue. The imitation Shiva is trying to follow him by indulging in poisons. And thus they are ruined. The great purpose of Lord Shiva is to serve Lord Krishna. The soul of the soul. Lord Shiva desires that all luxurious articles, garlands, garments, ornaments, and cosmetics be given to Lord Krishna only. Because Krishna is the only enjoyer. Lord Shiva refuses to accept such serious items himself. Because he, they are meant only for Christian. However, since foolish persons do not know the purpose of Lord Shiva, they either laugh at him or profitlessly try to imitate him. The soul of the soul. Иначе говоря, преданным Господа Шивы обычно становятся карми или гьяни, однако ни те, ни другие не имеют сколько-нибудь ясного представления о том, в чем заключается истинная цель жизни Шивы. Так называемые преданные Господа Шивы нередко подражают ему, употребляя ядовитые одурманивающие средства. Однажды Господь Шива проглотил океан яда, и от этого горло у него посинело. Мнимые Шивы подражают настоящему, употребляя ядовитые вещества, чем только губят себя. Истинной целью Господа Шивы является служение душе всех душ, Господу Кришне. Он хочет, чтобы все предметы роскоши, красивые одежды, гирлянды, украшения и косметика принадлежали только Господу Кришне, поскольку только Кришна является истинным наслаждающимся. Сам он отказывается пользоваться ими, так как они предназначены исключительно для Господа Кришны. Однако, не ведая об этом, глупцы либо смеются над ним, либо неуклюже пытаются подражать ему. Первый учитель йоги, к которому я пошел, он дал нам эту мантру Шиво Хам. Я не помню, чтобы он нам рассказывал, что эта мантра означает, и кто такой Господь Шива, но мне было трудно сфокусироваться на этой мантре. И я не был таким хорошим исследователем. Так или иначе, книга, которую он нам дал, там говорила, что Ом обозначает какое-то высшее духовное начало. И поэтому я не повторял Шиво Хам, я просто повторял Ом. И таким образом, со временем, я ушел из этого места, и по воле судьбы, мне удалось встретить последователей Кришны. Продолжение следует... 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 Он повелитель материальной энергии, являющейся причиной сотворения материального мира. Он великая личность, и потому его демонический образ жизни не более чем лицедейство. Продолжение следует... 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 Доктор Хардас used to chant the holy name of the Lord 300,000 times a day. Однако вынужден был уступить настоянием своей жены, чувствуя себя слишком обязанным ей. Однако, когда в аналогичной ситуации оказался Доктор Хардас, которого глубокой ночью искушала проститутка, он избежал грехопадения, благодаря тому, что обладал совершенным сознанием Кришны. Этим сознающий Кришну человек отличается от всех остальных. Кашья Памуни обладал глубокими познаниями и был великим мудрецом. Ему были известны все правила упорядоченной духовной жизни, и все же у него не достало твердости устоять против обольщения. Такур Хардас родился не в семье браманов и сам не был браманом, но обладая сознанием Кришны, сумел победить вожделение. Такур Хардас каждый день повторял святое имя Господа 300,000 раз. Правапад сказал, что, скорее всего, у него занимало около 17 часов повторять только такое большое количество кругов. Но в то время, когда его пришла совращать проститутка, он следовал особому обету, когда он пообещал повторять больше кругов. Это пример того, как мы можем защититься от Майи. Как, например, когда мы подходим к корме, то многие из них говорят, я слишком занят, у меня нет времени для Кришны. Но у преданных все наоборот, когда Майя приходит, они говорят, у меня нет времени на это. У меня нет времени для Майи, мне нужно закончить свои круги. Потому что мы должны всегда быть тренировать, никогда не закончить. Потому что мы должны всегда воспевать, мы никогда не можем закончить наши круги. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... and chanting the holy Gayatri hymns within his mouth. После этого, Браман совершил омовение в воде и обуздал свою речь, погрузившись в транс, сосредоточив ум на вечном сиянии и повторяя про себя священные гимны Гайатри. Продолжение следует... So that only the chandra can hear. Chanting is called japa. But when such mantras are chanted loudly, it's called kirtan. The Vedic hymn, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, can be chanted softly to oneself or loudly. Therefore, it is called the Maha Mantra, or the Great Hymn. The Vedic hymn is called japa. The Vedic hymn, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Можно повторять и тихо, и громко, поэтому его называют Maha Mantra, или Великой Песней. Касиапа Муни appears to be impersonalist. Then when we compare his character to that of Thakkar Haridans, as referred above, it is clear that the personalist is stronger in sense control than the impersonalist. This is explained in the Bhagavad Gita as Paramdhishtva Nivartate. 259. One ceases to accept lower grade things when one is situated in superior condition. When one is said to be purified after taking a bath and chanting Gayatri. But the Maha Mantra is so powerful that one can chant it loudly or softly in any condition and be protected from all kinds of evil and material existence. The Maha Mantra is so powerful that one can chant it loudly or softly in any condition. Surdя по всему, Касиапа Муни был имперсоналистом. Sravнивая его поведение с поведением Thakura Haridasa, о котором говорилось выше, можно прийти к выводу, что персоналист владеет своими чувствами лучше, чем имперсоналист. Это объясняется и в Bhagavad Gita. Тот, кто достиг более высокого уровня развития, естественным образом утрачивает интерес к вещам низшего порядка. Омовение и повторение мантры Gayatri очищает человека. Однако Maha Mantra столь могущественна, что тот, кто повторяет ее, неважно вслух или про себя, надежно защищен от всех соблазнов материальной жизни. Дитас ту, вридитя тена, карма-вадьяна-барата, упасангамья-випраршим, адомук-yabi-баса-та. О, son of the Bard family, Дити, after this, went nearer to her husband, her face lowered because of her faulty action, and she spoke as follows. О, потомок-бараты, затем Дити приблизилась к мужу и, опустив от стыда за садельный грех голову, произнесла следующее. Продолжение следует... Испытывая чувство стыда за совершенный им поступок, человек непроизвольно опускает голову. После греховной близости с мужем Дити, наконец, опомнилась. Подобного рода половое общение порицается и приравнивается к прелюбодействию. Другими словами, если муж и жена не выполняют предписания шастер, их половые отношения ничем не отличаются от проституции. Но, как Прабхат это называет, это законная проституция. Но если они это делают для зачатия Дити, если они готовы взять ответственность за своих Дити, то это не так уж и плохо. Это, конечно, не идеально для духовного продвижения, но тем не менее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прекрасная Дити сказала... Дити... Продолжение следует... 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 She prayed, She appeared like a man, but He is the Lord of all men. She 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 can show mercy towards women who are excused even by the uncivilized hunters. She is the Lord of all men. 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 Продолжение следует... 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 Из-за скверненного чрева появляются на свет заносчивые сыновья. В Вагавадгите сказано, когда люди сознательно нарушают принципы религиозной жизни, женщины в обществе развращаются, в результате чего на свет появляется нежелательное потомство. Это особенно касается мальчиков. Если мать неблагочестива, она не сможет родить благочестивых сыновей. Мудрец Кашьяпа предвидел, каким нравом будут обладать сыновья, зачатые им в оскверненном чреве дите. Ее чрево было осквернено, потому что, охваченное вожделением, она нарушила все предписания и законы священных писаний. Общество, где подобные женщины составляют большинство, не может рассчитывать на то, что подрастающее поколение будет благочестивым. Субтитры создавал DimaTorzok Они станут убивать несчастных, ни в чем не повинных живых существ, истязать женщин и зажгут гневом сердца великих душ. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Дима Торзок Там, где есть женщины и мясо, обязательно будут вино и блуд. Когда подобные тенденции начинают преобладать в обществе, следует ожидать, что милостью Господа вскоре произойдет смена социального устройства. Господь либо сделает это сам, либо поручит эту миссию своему истинному представителю. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Подобно тому, как Индра своими молниями сокрушает горы. Дима Торзок 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 раскалывающей горы. Считается, что во всей вселенной нет ничего прочнее гор, и тем не менее по воле Верховного Господа любая гора может быть сокрушена. В Верховной Личности Бога нет нужды приходить сюда, чтобы уничтожить то или иное тело, каким бы могучим оно ни было. Господь исходит в этот мир только ради своих преданных. Верховная Личности Бога В материальном мире страданий не может избежать ни одно живое существо, но убивая невинных людей и животных, или истязая женщин, демоничные люди причиняют вред всем, поэтому их бесчинство вызывает в сердцах преданных жгучую боль, и тогда Господь нисходит в материальный мир. Он нисходит только за тем, чтобы облегчить страдания своих искренних преданных. Может показаться, что, нисходя в этот мир, Господь проявляет благосклонность только к преданным, однако убийство демонов на самом деле тоже является актом милосердия. Господь абсолютен, поэтому между Его деяниями, связанными с уничтожением грешников, и тем, что Он делает, желая облагодетельствовать преданных, нет никакой разницы. Приходите в четверг. Добавляйтесь, чтобы сделать это в интернете, у вас очень много талантливых певцов киртани. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...